Трухлявые опоры, перегруженные проводами, жители района ЖБИ хотят привлечь внимание властей к проблеме с линиями электропередач, которые не обновлялись с 50-х годов прошлого столетия. Столбы раскачиваются при дуновении ветра и создают риск при обрушении образовать пожар. Какие еще проблемы испытывают жители и почему говорят, что с трудом переживут зиму? В сюжете Ирина Вабисевич. Посмотрите, на что похож стоп. Там намотан 20 проводов на этот столб. Он уже стал шататься, оказывается. Мы зиму не переживем. Жители бараков в районе ЖБИ на улице Ученической боятся в один день остаться без своего жилья. Бараки здесь построены в первый год после войны пленными японцами в 1946-м. И электричество проводили тогда же. Уже сменились поколения обитателей, дети успели состариться, а опоры электричества так и стоят, дыша на ладан. Столбы у нас гниют, скоро упадут. И все намотано на одни столбы. Это куча целых. Если вызовешь электриков, чтобы посмотрели, нету света, они приезжают и говорят, кто это вам тут намотал? И каждый говорит одно и то же. Я залезла и намотала. Света у меня не было. Неделю без света сидела, чтобы они мне сделали. Это называется государство, что ли? Света тут не бывает, говорят, неделями. При ветре столбы раскачиваются, как мачты в шторм. За годы на них накрутили непосильную ношу проводов. Вся эта система искрит. Итого и гляди завалится. Тогда пожара не избежать. И два десятка семей пойдут с протянутой рукой в поисках пристанища. Вызывают электриков, а они пугаются даже вникать в эти головоломки. Не раз люди обращались в Акимат и к монополисту. Столбы скрыт постоянно. Тут вот этот стоп. Обещали, как говорили, что приедут нам столбы эти менять. Подпорки менять. Ничего этого не делается. Вообще ничего абсолютно. В компании «Караганда-Жары» говорят, что причина в том, что мощности в районе не рассчитаны на возросшее потребление. Неспроста проблема обостряется с наступлением холодов, когда большинство начинает греться от электричества из-за отсутствия центрального отопления и нежелания топить печи. Падает напряжение. Автоматическое включение и отключение обогревателей приводит к постоянно изменяющимся электропараметрам и перегоранию. Поэтому жители и боятся не пережить зиму. В компании прямо заявляют, что по этой причине в случае возникновения технологических нарушений обеспечить бесперебойное электроснабжение здесь бессильны. Но планируют изменить ситуацию. Готовится тендерная документация для разработки перспективного плана развития электрических сетей. 0,4610 кВт «Караганда-Жарык». Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи запланирован на 2024 год. Ирина Вобещевич, Миран Жумамуратов, Серик Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал.